Приходи, приходи твоим Духом, Господь, приходи, приходи, Господь. Приходи, 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Ты живой, Ты живой, Иисус, Ты вечный Господь. О, Ты живой, Ты живой, Господь. О, мы говорим Твою жизнь, О, мы говорим Твою жизнь, Аллилуйя. О, мы говорим Твое воскресенье, О, Бог, Ты живой. Бог, нам нужна Твоя сила, Нам нужна Твоя жизнь, Дышащая жизнь. Ты нужен нам. О, в этом месте, в этом месте, Бог, нам нужна Твоя жизнь. О, нам нужна Твоя жизнь, Бог. Мы отзабываем все, мы забываем все. О, нам нужен Ты, Иисус, О, нам нужен Ты, Иисус, воскресший, первенец из мертвых, о, первенец из мертвых, о, Ты воскрес, Иисус, Ты воскрес, о, Аллилуйя, о, Иисус, о, Бог, это не только в мою Пасху, это не только на Рождество мы говорим. Что Ты пришел, что Ты отдал свою жизнь, Господь, это мой хлеб насущный, Ты мой хлеб насущный, Бог живой, Ты мое вино, Иисус, Ты мое вино, О, Ты живой, Ты живой, Ты живой, Ты мое вино, Господь. О, Ты живой, Бог, О, Ты живой, Бог, О, только Ты, Иисус, О, только Ты, Господь. О, Аллилуйя, 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 О, давайте мы прославим, это Бог, кто живой, тот, кто был. Он есть, и Он придет, Он придет в твоей силе, Он придет в твоей славе, Он придет, Он придет. Он грядет, он грядет, о-о-о, Остань, отдай, 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 отдай ему силу, Восстань эту славу, восстань ему честь, о, восстань ему честь, о, восстань ему честь. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Всё творение славит тебя. Всё творение, всё творение, всё творение славит тебя. Всё творение, 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 всё творение О ты, о ты, о ты, о, о, о Визу, как ты сказал Визу твоего пushа Визу твоего пushа Визу 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 а а а и а а а а и а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ты моя жизнь Ты моя жизнь О, векам и вечность твою Бог О, вечность его, вечность его О, да, да, о, да, о, да В repe compartilез độ Я выявляя Моя жизнь О, вечность его, Dev ne так Моя жизнь Сам день народа, о Бог Иисус, Он дает с избытком жизнь, потому и не умрет. Он был мертв, теперь воскрес, Он живой воверь, Он первый, кто воскрес. Воверь, 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 Он живой, Иисус, где победит, Он живой, Он живой. О, Господи, я живу. О, Господи, я живу. О, Господи, я живу. О, ты моя жизнь, ты моя жизнь Ты разрушил Бог, ты разрушил цепи Ты разрушил цепи Пришел, разрушил смертон Дарует нам с избытком жизнь О, Господь! Пришел, разрушил смертон Пришел, разрушил смертон Дарует нам с избытком жизнь Он пришел! Пришел, разрушил смертон Пришел, разрушил смертон Дарует нам с избытком жизнь О, Господь! Пришел, разрушил смертон Пришел, разрушил смертон Дарует нам с избытком жизнь О, Господь! В душу не бездом Мы любовь habitual Его любовь Его любовь Его любовь О, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это время для тебя Это время для тебя Это время Это время для тебя Ты не восстаешь Субтитры создавал DimaTorzok О, ты нужна О, ты воскрес! О, Аллилуйя! Все для тебя Все для тебя Все для тебя, Господь О, все для тебя Все для тебя Все для тебя Господь, мы благодарим тебя и славим Вся слава тебе, драгоценка Тебе единому Тебе живому Тебе истинному Богу Тот, который слышит Тот, который отвечает Тебе слава Тебе величие Будь прославлен От края до края От рода до рода От века до века Во имя Господа нашего Иисуса Христа И весь народ Божий Да скажет Аминь, 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 аминь Воздай Богу великую славу Воздай Богу великую славу Аллилуйя Аллилуйя Я приветствую всех Я приветствую вас всех, дорогие мои Евреи говорят Нужно в правильное время Оказаться в правильном месте Я поздравляю вас всех Потому что вы оказались В правильное время В правильном месте И я Мне так посчастливилось Открыть Этот праздник Это праздник Праздник Духа Конференция Это праздник Духа Раньше я любил свадьбы Это был праздник души Тела Но сегодня я люблю конференции Потому что здесь Мой дух ликует Здесь небо Здесь все по-другому Конференция Это что-то другое Я думаю, вы понимаете И многие лучше знают, чем я Слава Богу, конечно Я рад вас приветствовать, дорогие мои На этом празднике Нам выпала просто Великая такая честь Знаете Присядьте Присядьте Присаживайтесь Присаживайтесь Кто-то Кто-то ездил в Киев Кто-то ездил в Ригу Кто-то ездил в Ригу Потому что там был Бог Я всегда спрашивал Господь Когда же ты придешь к нам? Когда же ты придешь к нам? Мы есть Мы классный народ Русские немцы Мы жаждем Бога И сегодня Он здесь Сегодня Он здесь Сегодня Он здесь И поэтому Берите Все, что можете взять Бог чудный Бог дивный Позвольте Ему просто Сделать с вами Да? Сделать с вами И как я уже сказал Что нам выпала Просто великая честь И мы ехали сюда И мы разговаривали с женой Помощь В помощи нуждаются многие Но она приходит достойным Те, которые выстаивают Эти годы Ожидания Те, которые стоят Просто стоят в вере Когда ты приходишь На молитвенный И два с половиной человека Половина это тот Который еще Сегодня здесь А завтра ты не знаешь Он будет или не будет Когда ты приходишь На проповедь в зал Там три человека А тебе нужно проповедовать И ты проповедуешь И говоришь Мы увидим Славу Божью Мы увидим Славу Божью И ты проповедуешь Больше самому себе Потому что Ты смотришь На этих троих А тебе нужно проповедовать Все проповеди Ведут ко Христу Все конференции Ведут ко Христу И ты это поймешь Поэтому я приглашаю На эту Огромную сцену Известного нам Я не буду говорить Его имя Кто не знает Узнает Андрей Пожалуйста Аплодисменты Аплодисменты Мне нравится Я серьезно Мы сидели там Когда Только прославление началось И Ты просто уже конкретно Ощущаешь Как Знаете Еще все собираются А Бог уже здесь Ты Ты О Иисус Иисус Так Перед тем как я начну Куда делим мой микрофон О Вот он У нас Как всегда Дорогие Перед тем как я Как мы пойдем с вами Сейчас В очень уникальную Серию темы Я уверен Вы что-то С собой конкретно Унесете После этой конференции Сейчас у нас будет свидетельство Аминь Мы всегда Прославляем Бога Тем Что Бог делает В нашей жизни Кто у нас должен Светиться Пожалуйста Поднимитесь на сцену Пожалуйста Буквально 5 3-5 минут Пожалуйста Вложитесь Что Бог сделал С вашей жизнью Ваше имя Что Бог сделал Здравствуйте Меня зовут Лена Я хочу Здесь сейчас На этом месте Вас дать славу Только Господу Потому что Он сам знает Какой путь У каждого из нас И как он меня вел Я хочу Свидетельствовать О инкаутере Который я прошла Недавно В Манхаме В феврале Слово Инкаутер я думала Ну Ассоциировалось С изгнанием бесов Может быть У всех У некоторых тоже Есть такая ассоциация Ну я думала Что такое Какие бесы Я 15 лет Верующая Я просто в смирении Когда я пришла В это служение Я записалась на инкаутер И сказала Раз это нужно Я буду это делать Потому что я хочу за тобой Двигаться дальше Господь Только туда Куда ты поведешь И перед Уже перед Инкаутером Бог дал мне слово В котором он сказал В старые мехи Не наливают новое вино Я говорю Господи Я не хочу носить Старые мехи Я готова Принять новые И когда я приехала Я взяла эту анкету И первое что Сильно очень бросилось мне в глаза Там был такой вопрос Когда вы были Очень сильно отвержены своей жизнью И перед моими глазами Стала картина Без Бога Я бы ее никогда не вспомнила Мне был 21 год Я была беременна У меня погиб муж Где-то за 2-3 месяца До его гибели Но случилось разногласие И было подозрение на измену И конечно в разуме ты прощаешь Потому что ты семья И так далее Но когда случилась смерть Все то что было до этого Оно стерлось в памяти вообще Я помнила только хорошее о нем И тут Бог показал мне Именно эту картину Когда Именно тот момент Когда И он мне показал там Огромную боль Когда я рассказала Девушке Которая за мной молилась Она говорит Тебе нужна заместительная Молитва О прощении Она позвала Сашу И когда Саша Стал просить у меня прощение Мой разум Я слышала Он говорит Лена прости меня Мой разум не мог ему сказать Саше я прости Потому что я его видела Мой дух был закрыт И когда он несколько раз сказал Лена прости меня Прости меня Ну вот тут стоял свет А здесь подошла тьма И эта тьма как бы меня Закутала И я просто упала Я понимала что если я не скажу сейчас Прощаю Что то случится со мной Когда он меня поднял Когда он меня поднял Просто в дух Когда свет меня Победа эта Произошла Я ему просто стала говорить Я прощаю тебя Сереженька Я тебя прощаю Сереженька И свет захватывал меня И я получала исцеление Просто боль вышла Которая годы Уже мне 52 года 24 21 год мне был Это сколько лет там это сидело Это отвержение И я настолько благодарна Богу Потому что я поняла Что энкаутер это не изгнание бесов А это встреча с Иисусом Встреча с Иисусом И только он может открыть те каналы Или камни Где у нас боль сидит И когда эта боль сидит Дни прощения Мы спотыкаемся Мы как будто на привязи И так было со мной Я шла шаги Но я падала Я шла но я падала Поэтому вся слава Господу И энкаутер это не изгнание бесов А это встреча с Иисусом Аллилуйя Слава Господу за вас Спасибо Богу Аминь Воздайте славу Богу Еще раз Слава тебе Господь Вы знаете Опять же Спасибо Иисусу за то что он делает Спасибо за пасторов Которые организовали все это Сережа и Ирина Спасибо вам дорогие Это церковь завета Давайте поблагодарим Бога За эту прекрасную семью Вы знаете Я такой человек Который Я буду там где Бог Я вам серьезно говорю Не Бог там где я Не ошибайтесь Я там где Бог Куда он идет И он говорит А теперь ты должен приехать сюда И я понимаю Вы знаете Много было разных Много разной боли Много разных вещей было Дорогие мои Одна из моих функций Как человека Которого Бог призвал Вы знаете Я не люблю Долгие поклонения Человеку Какие-то там Представления Какие-то там Аплодисменты Меня это вообще не интересует Пусть наши дела Говорят за нас Пусть наши плоды Пусть наши плоды И тысячи измененных судеб Говорят вместо нас Эйма И поэтому дорогие Я благодарен всем пасторам Которые здесь находятся Я благодарен всем Кто организовал эту конференцию Но больше всего Я благодарен Иисусу Который сказал Садись на самолет Ты должен быть здесь О Господь Я вам серьезно говорю Дорогие Я очень-очень аккуратен Там где я С кем я Кто вокруг меня находится Я очень аккуратен Дорогие мои Я серьезно говорю Должны подняться Реальные воины Должно подняться Поколение реформации Должны подняться Люди Которым реально Все уже надоело Должны подняться Личности Которые перестают Исправлять старое Старое больше не исправишь Сколько лет Ты можешь это Смотреть Наблюдать Пытаться Изменить что-то И тратить жизнь свою На то что Отречено На то что Богом обречено Дорогие мои И я верю в это Поверьте Эта конференция Не просто так называется Реформация церкви Дорогие Одна из функций Моей функций В теле Христа Это не просто Веселить людей Хорошими проповедями Одна из моих функций Которые Бог призвал меня И я этого не искал И я это не Не выбирал Я это вообще Абсолютно даже Не преследовал Это реформация И не просто реформация А поднять поколение Личностей И реформаторов Это не говорит о том Что Бог не коснется тебя Нет Это просто говорит о том Что есть люди В теле Христа А которые носят Особое помазание Которые Которых Бог посылает В определенные места И ты должен Принять это Вы знаете Я когда Я зашел в этот зал Прославление играет Я просто Света Вау Я просто Я просто наслаждаюсь Мой просто Дух пропитывается Славой Я просто наслаждаюсь Присутствием Бога Здесь Если кто-то из вас Еще этого не понял До тебя дойдет Чуть попозже Некоторые люди говорят Нам нужно пробивать Ничего тебе пробивать Не надо Тебе нужно слушать Бога Я ничего не пробиваю Я просто Напробивались Хватит Я Знаете что По соплям Все уже получили Напробивались Кошмаров Натерпелись И теперь мы говорим Бог Мы будем там Где ты Ты пробивай Иисус Некоторые приходят и говорят О Там где Вот этот приезжает Этот шаповалов Ой какое там присутствие Здесь шаповалов ни при чем Дайте я открою секрет Пробил Бог И я приехал Я еду назад домой Делать что и делаю Бог будет пробивать Еще что-то Потом вы меня там увидите Когда Бог закончит пробивать Дорогие нам нужно перестать Быть Христом И начать быть церковью Я не имею ввиду Христом Это очень уникальная вещь Мы все Христы То есть помазанные Я имею ввиду Надо перестать быть Иисусом Без тебя ничего не сдвинется Сдвинется не переживай Реформация церкви Реформаторы Которые должны быть подняты Богом Вы знаете Я просто Когда я зашел в этот зал Я получил от Бога Определенное задание Я И поверьте Я к этому не отношусь Легкомысленно Вообще не отношусь Легкомысленно Для меня Кто меня знает Люди меня знают Вообще Чтобы меня увидеть Где-то в возлагающем руки Это практически нереально Потому что я не верю В человека Но когда мне Бог приказывает Что-то сделать Я это сделаю Нам не нужно раскачивать Атмосферу Ждать до конца конференции Вы знаете Я стою И Бог мне конкретно говорит Говорит Сегодня Когда ты закончишь эту тему Ты должен просто Помолиться о тех Кто чувствует Что он избран Богом Реформировать Сегодня Наши еще не приехали В зале находятся те Которые будут помазаны Слушайте внимательно Я даже не гарантирую Если я это вообще Когда-то в жизни Делать буду Я это делаю первый раз И не гарантирую Что это до конца моей жизни Еще когда-то делать буду Поверьте мне Я знаю, о чем я говорю Это я не делаю Это я делаю только тогда Когда Дух Святой Сел на меня и сказал Сделаешь Папа, я не люблю руки Возлагать Папа Сделаешь Окей Пропитывайся Во время этой конференции Пропитывайся Богом Здесь Здесь в атмосфере Находятся ангелы Находится его слава Ты просто скажи Бог Пусть мое духовное ДНК Пропитается этой атмосферой И я больше с нее не выйду Никогда Пропитай меня Своей славой Настолько Чтобы я только это искал Только в этом жил Только этого желал Дорогие Дорогие Мы должны понять Что христианство Это не игра Это реальная битва Это реальный захват Это реальная реформация И сегодня я просто Помолюсь о вас Это будет тихо Это будет быстро Потому что я не люблю делать Какие то знаете так рядами чё надо бог сделает я не верю вот это так господь в отрыве я не верю в это я не верю в то что ты можешь помолиться сильнее и я больше получу я не верю я верю в то что если бог сказал и ты даже не выйдешь чтобы я за тебя помолился тебя догонит сегодня ночью ты скажешь нет это не я нет это не я и скорее всего наверное ты не выйдешь ты скажешь нет то пошло оно все потому что все помазанники не хотят быть помазанными а все не помазанники жаждут ну разве это не так ну аминь или не аминь ну аминь же но библию почитай боисей нет не я гидеон ты кто я такой и так далее и тому подобное то есть все и все не я бог найди вонаром как он щебечет итак сегодня я хочу говорить насчет одного уникального слова которое я назвал неординарное время мы все живем в неординарное время если тебе кажется что ты живешь в ординарное обыкновенное время ты глубоко заблуждаешься мы живем с вами вообще во время в в которое все стандартные методы все изученные харизматические писятические баптистские фишки не работают если мы будем честны сами к себе все проваливается мы все теряем мы проигравшие поколение и пока мы не встретимся с правдой перемен нам не видать и должен признать и сказать бог мы потерпели фиаско пока ты будешь сидеть и отмазываться да не так уж все плохо нет да именно не так уж все плохо все намного хуже вы знаете бог не начал меня употреблять до тех пор пока я честно не признал что все движения вот эти все харизматия это та же старая конфета обвернутая в новый фантик фантик цветной шелестящий раньше был коричневый некрасивый а сейчас хляк как блестит дайте мне не помазанника дайте мне бога должно подняться поколение носителей реформации во всех сферах может быть ты не будешь делать то что делаю я но ты принесешь реформацию в молитву в музыку но ты пророчества ты принесешь что-то настолько новое что люди будут смотреть и говорить такого не было и богу нужны реформаторы реформаторов признавать не будут поэтому они и реформаторы когда сделали первый автомобиль можно было его пешком обогнать он стрелял кричал и пугал бабушек они крестились эта история и все когда увидели опасность все потому что тогда было развито вы знаете разводить лошадей строить повозки делать все упряжки люди были богатейшими и здесь выехала чух пыхалка которая положила смерть начала всему этому кто-то из вас последний раз видел на лошади кто-то гонял вот здесь по по вашему автобану так вот я еще раз тебе доказываю духовный меня поймет время ординарного окончено лошади и тачки исчерпали себя и должны подняться личности не чувствуешь ли ты духом своим все кричит церковь встань а ты то церковь встань это ты петро это к тебе свет это твой встань ты встань ты реформация это не новая фишка нашего времени мы реально дошли к тому рубежу церковь где ничего старого больше не работает старое закончено и должно подняться новое аллилуйя кого-то убил надеюсь дьявол пауза воспользуемся мы должны с вами понять что должны подняться личности ты скажешь я не знаю кто ты я знаю кто это ты это ты я знаю кто это это ты ты я все мы я сделаю свою часть ты сделаешь свою время индивидуальных помазанников окончено и бог ждет тело бог ждет тело а ты кто я тот кто хочу поднять это тело я тот кто хочу доказать всем вам мы все одинаковые дети бога и только те кто приняли призвание будут двигаться в славе ты принимаешь призвание мне будет сложно меня выкинут родственники добро пожаловать в христианство у нас с вами иллюзия что сейчас мы идем реформацию и даже твоя собачка жучка с тобой согласиться все дявкнут тебе гавкнут кивнут и сказать да брата лего мы только и ждали чтоб ты пришел и тут все размесил никто не захочет терять старое и эти все бизнесмены с повозками воины устраивали против этих тех делали машины первые фабрики подвергались вообще серьезным проблемам мы должны понять мы живем в неординарное время мы живем в особое время методы прошлого века больше не работают мы все должны это признать первое первая ступень к реформации это признание того что больше это не работает больше на этом ездить нельзя на этом ездить можно но больше не нужно можно продолжать биться об стену головой время изменилось ты говоришь бог приди он говорит нет ты приди и мы сидим запертые в своих в своем старом мышлении понимании пытаемся старыми методами стащить ту капельку вспомнить те мурашки которые я пережила в двадцать а бог говорит я хочу покрыть тебя славой какие мурашки а нам оно не привычно нам привычно вот там мурашка вот она я уже это был бог бог говорит о бог дети я иду дальше мы все мы все должны это признать и полностью изменить как тактику так и все наши методы должна прийти полная тотальная реформация церкви если это не случится наше будущее обречено на смерть и еле выживание церковь мы не должны выживать мы должны ходить в славе если кто-то не понял что такое церковь церковь это личности горящие в огне святого духа каждый день и это я принес тебе просто сказать бог ждет тебя бог ждет когда ты будешь двигаться и изменять жизни людей около вас есть люди которых не коснусь никогда не я не твой сосед а только ты можешь коснуться этих личностей и только твое слово только твое понимание они могут воспринять я еще раз и еще раз призываю всех реально посмотреть не только чем занимается церковь но что происходит внутри церкви сегодняшних дней того до чего она достигла своими методами вопрос что вы видите сейчас вокруг способна ли церковь сегодняшних дней противостоять всему этому тому что мы видим с вами вокруг да бог мой давайте честно скажем нет не способна церковь своим каменным методом каменного века не способна даже завлечь внимание молодого поколения наше поколение которое рождено сейчас молодое поколение оно уже предрасположено к сверхъестественному хочешь ты или нет если они не найдут это в церкви они найдут это там где им это дадут и поверь вариант будет очень жестокий они найдут сверхъестественное я вообще удивляюсь как церковь выжила все сверхъестественное из своей среды все выжила из из того места где они живут где они находятся мы выжили все сверхъестественное как только что-то произойдет да давайте попросим дух истины вернись назад дух правды верни нас назад да прочитай свою библию еще раз ты что-то естественного найдешь там все от бытия до откровения все сверхъестественное все кто двигались двигались в таком что иногда даже не веришь что это может быть а бог говорит иисус говорит я хочу и вы будете это делать больше мои ученики будут делать больше знаете почему реформация так туго идет потому что мы которые должны ее делать боимся чтобы от нас отреклись боимся потерять своих родственников иногда нам придется потерять наши семьи но эта цена очень маленькая по сравнению с нашим поколением тот кто от тебя откажется он уже спасен а тот ради кого ты примешь эту цену он нуждается в христе и бог не помажет тебя слушай внимательно в комфортной зоне такого быть не может хочешь иметь помазание гидеон в бой хочешь стать царем давид галия кто-то понимает возьми это духом возьми это прими это в жизнь свою дорогие мои я понимаю сейчас происходит намного больше в невидимом мире чем видимом я знаю точно я знаю что здесь есть люди дорогие мои после того как я просто помолюсь о вас быстро предупреждаю быстро мое возложение не имеет значения это послушание мое бога и твое послушание на призыв бога все иногда ни я не хочу в руки возлагать ни ты не хочешь выходить но нам надо обоим согласить кто-то понимает меня обоим окей хорошо бог пойду а ты ну хорошо тоже пойду ладно уже пусть там ткнет мне что-нибудь там когда выходишь испытай бога и скажи ему бог если это ты сказал мне выйти моя жизнь начнет меняться первое что начнет происходить у реформатора ему все вокруг перестанет нравиться это первый сигнал что на тебя приходит реформация не человека а бога ты как гидеон будешь съесть там пшеницу выколачивать там достало все достало все достало и бог приходит привет тебе муж сильный счастье расскажу какой я сильный богу нужны эти люди богу нужны вот эти а идем мазаться я говорю бог чаще достает тех которые не хотят идти помните как написано помните Моисей говорит саверий старейшин помажек и некоторые такие это вы старейшины написано слава сошла и на них накрыло тоже те которые пришли и те которые не пришли поэтому помазание это очень уникальная вещь она умеет тебя ловить не выйду ты здесь попал а если кто там еще видео смотрит вообще попал парализованная церковь выгодно Люциферу потому что он может продолжать управлять этой землей ему выгодно парализованная церковь наше неординарное время требует экстраординарных людей экстраординарные люди это то что должно подняться последнее время что значит экстраординарные люди это люди которые действуют не тема методами которыми действуют все остальные это люди которые верят в то что тьму можно задудеть насмерть люди которые не сидят и не говорят оооо мы пойдем сейчас качаться мы пойдем сейчас учиться драться палками мечами ножами в рукопашный бой бог говорит гидеон послушай меня твоя экстраординарность просто вера в то что я тебе сказал знаете кого кого здесь можно назвать сейчас сверхъестественными неординарными экстраординарными людьми которые согласны дудеть чтобы стены упали все вокруг а ты все на стенах смеются около стен смеются а ты экстраординарный потому что ты во первых ты говоришь эти стены валить я не хочу бог я не собираюсь сейчас придумывать что-то на что у тебя есть экстраординарный ответ кто-то понимает сегодня на уровне духа то о чем я сейчас говорю или ты просто сидишь тут улыбаешься классно гляжа повалов кричит вчера по телеку его смотрел сегодня в живую прыгает по телеку дорогие я не приезжаю сюда поразвлечь тебя можешь телек посмотреть там нас много я сюда приезжаю передать тебе что бог передал мне физически мне нужно быть здесь только в особых случаях чтобы передать физически что все остальное можно получить и так через интернет DVD бла 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 через что угодно физически бог присылает тебя меня на определенные физические места чтобы высвободить что-то и я верю это время для этой церкви это время для этого региона время ты хочешь быть экстраординарным я хочу приготовься сделать что-то что не вложится ни в твои мозги ни в мозги твоих близких и родных что брось палку мы брось на если и сам спрятался помните помазанник о господи вы знаете помазанники они смешны засунь за пазуху засунь назад о некоторые люди говорят бог фокусы не делает иногда бог только фокусами все и делает весь египет это вообще сплошные фокусы что нельзя было сразу фараона прихлопнуть что он с ним играл все мухи саранчак руба да крох там всякие жабы там наросты что нельзя сразу раз и все как вот по божьему что там потеть туда ну отпусти не отпущу ну отпусти не отпущу ба так грохни их уже все он говорит нет я хочу опозорить это богу нужно посрамить дух этого мира и это можно сделать только людьми которые согласились сделать ненормальные вещи у вас дай слава богу это хорошая вещь кстати надо записать мне понравилось вопрос простая битва мы ее с детства читаем с детства разукрашиваем наши разукрашки Голиаф был нормальным воином нет он был вообще ненормальным шесть пальцев рост все его боялись вся армия тысячи людей представляете тысячи людей боялись его не потому что они были слабые а потому что они не знали как это и чем это победить вы понимаете выбежал мужик знаете со своим этом мечом а для Голиафа это зубоковырялкой вышел пацан дай медь свой вы понимаете что и я хочу дать вам понять картину всегда чтобы пришла реформация в Израиль пришла реформация и она пришла экстраординарным случаем с экстраординарной личностью каждый из вас имеет полную возможность стать экстраординарной личностью многие из нас просто наотрез отказываются сделать что-то что бог тебе говорит уже много лет некоторые из вас уже призваны помазаны богом изменить все вокруг себя и постепенно изменить все общество вокруг нас сделай я не делаю все про меня подумают а что я про тебя подумаю мы настолько привыкли зависеть от людей все меня выгонят с работы мне не дадут зарплаты меня выгонят дома я громко молюсь я слишком громко пою я сильно улыбаюсь я Голиаф был абсолютно ненормальной личностью по стандартам обычной войны израильтяне не были трусы я еще раз говорю там написано они боялись не в том случае что боялись воевать они боялись потому что не понимали это все равно что с вилами на танк идти нормальный человек скажет и нормальный человек даже который не боится воевать он с вилами на танк не пойдет он просто скажет извиняюсь на это ответа у меня нет Вы знаете, что ответ на весь кошмар в мире настолько прост, что ты даже не представляешь, насколько У нас с вами в голове должны подняться миллионы Они должны начать кричать к Богу А Бог говорит, возьми дудку и в угол дуй Вы знаете, что мне понравилось в Давиде? Он не делал ничего того, чего он не делал вчера и позавчера Стоп! Вы даже не представляете, какую бомбу я сейчас на вас сбросил Еще раз повторю для тех, кто запаздывает Давид, когда пришел на поле, на него хотели повесить что-то Но он сказал нет И он не сделал ничего того, чего он не делал вчера и позавчера Ключ к успеху будь самим собой И в нужный момент, да, прощой убивали собак Волков Медведей там гоняли Но не людей А Бог говорит, а че вы не людей? Никто прощой не бил Вы знаете, что по истории, кто изучал историю Даже потом начали подниматься войска пращников Они так и назывались пращники Люди, которые учились бить пращой Там, где невозможно взять стрелой Там, где невозможно взять в рукопашной или мечом Пращники достигали идеального результата Дорогие, мы должны понять Нам не нужно придумывать Ты просто стоишь и говоришь Бог, что мне сделать? И я даю гарантию Бог говорит Моисею Моисею, что у тебя в руке? Скажите мне, это старая штука была у Моисея? Или он только что ее выстрадал? Он с ней жил всю жизнь 40 лет опирался на эту старую палку Бог говорит Моисей Мне не нужно ничего придумывать Я просто использую ординарное Как экстраординарное Я возьму эту пращу и достигну результат У которых все будут в шоке Я возьму эту палку и достигну результат От которой все будут в шоке Я возьму твою молитву Но в послушании со мной Я возьму твое слово Тогда, когда я скажу тебе Бей, бей Когда я скажу тебе Бросай палку, бросай Бог, все будут Даже фараон будет смеяться Идут два затрепанных мужика И скажут Фараон, тебе кранты Фараон, знаете, я вам серьезно говорю Мне кажется Лично мое мнение Мы еще DVD посмотрим Мне кажется Что фараон просто ради прикола Решил посмотреть А что эти мужики придумают Они пришли и сказали Знаете, фараон Все Бог сказал Ну вот и Фараон, наверное, сидит Говорит Хорошо Позабавьте меня, ребята Покажи фокус Покажи фокус И фараон не подозревал Что эти два Уставших В грязных одеждах Мужчины Принесли конец не ему Всему его царству Потому что они решили Использовать Естественные вещи Абсолютно по-другому Если ты сейчас Духовная личность Тебе дух скажет Вещи не я Ты ищешь что-то А Бог говорит Экстраординарное Перед твоими глазами И всю жизнь В твоих руках Кто-то понимает? О, для некоторых Уда будет шок Мы всегда с вами бегаем Этот помазаник Что-то должен намазать здесь А этот должен намолить здесь А этот что-то втереть В меня должен вот тут Здесь мы намолим И когда я пойду В сорокодневный пост Дайте я скажу что будет Ты похудеешь Классное откровение Некоторым надо Давид был особый человек Кто-то из вас берет что-то для себя? Я говорю в дух Я говорю в дух Для духовных человек Я не приезжаю сюда Развлекать толпу Мне нет времени На долгие представления И всякие понты Я принес тебе слово Я сброшу мою бомбу И пойду спать Давид был Абсолютно нормальный человек Почему он был экстраординарный? Еще раз говорю Это секрет Это ключ этой темы Он был экстраординарным Потому что он согласился Стать глупцом для Бога И использовать смешной инструмент Который никто не подозревал Что можно использовать Для этой войны А для этой войны Ничего другого Невозможно было использовать Нормальным методом Этого парня Он рост А у нас же молитвы не рост Рост это уже Ты че? Ты че? Сейчас мы хотим не потерять Мы молимся уже Господь не потерять бы Это говорит о том Что мы с вами вообще Перестали Мы с вами не понимаем В какое время мы живем А дьяволу нравится Как Голиаф Вы хотите издеваться Ну че? Вот дорогие мои Вы даже не представляете Какая сила Какая сила Скрыта в этой истории Голиаф Это дух этого мира Армия Это нынешняя церковь Давид Это реформация И все даже не поняли Что произошло Это было так быстро Раз И у Давида башка его в руке Все такие Че? Че? Че было? Филистимляне такие Мы знаем че было Пусть вас Бог благословит Вот этих людей ищет Бог Вот этих личностей ненормальных Ищет Бог Вот этих людей Которые просто Некоторые люди думают Бог что мне сделать Чтобы ты ввел меня в какой-то Некоторых Бог предназначит Работать в очень высоких позициях Даже государственные позиции Разные позиции Как Иосиф То есть мы не отрекаемся Мы знаем Бог Своих людей продвигает везде Но нам с вами нужно понять Как Иосиф встал в позицию Чем больше дергался Тем замедлял Чем просто заткнулся И толковал сны Быстрее пришел в позицию Как ты понимаешь? И его простой талант Толковать сны Ну для кого-то не простой Но для него простой То есть у него это было просто Это его дар Он открыл ему дверь И он вошел в позицию Из которой изменил все И даже ход истории Своего народа История говорит Если бы не Иосиф Много наций бы сейчас Даже не было на земле Они голод бы уничтожили Они обязаны Иосиф Слушай Давайте прочитаем Я читаю с современного перевода Потому что в синодальные Больше не верю Он сильно дальний И это истина Я читаю с современного перевода Пожалуйста, купите современный перевод Читайте нормальную Библию Честно, как не возьмешь Так, а боже Опять и там синод потрудился Женщина да молчит А? А? Почитайте оригинал Написано Женщина да не разговаривает громко А если хочет задать вопрос Пусть дома спросит у мужа Вот так переводится это место Скажите, как понятно А у нас устроили целые войны Рот закрой Как в Библии написано И она говорит А что можно стихи рассказывать? И она рассказывает стихи Длинные, длинные Долго, долго Библию нормальную читать надо, народ Женщина да не молчит Женщина да не шумит просто И все Павел говорит Пусть она не шумит В церкви Пусть не задает вслух мужу вопрос Ладно, что я У нас реформация лила Слушайте, реформация начинается с нормальной Библии Аминь Аминь Мы живем в нормальное время Где можно много переводов достать нормально И читать нормальную Библию Ты как прочитаешь, ты будешь в шоке Насколько все просто Насколько все аккуратно Отлично вообще написано Библия даже очень классная книга Ее даже бояться не надо Хорошо, первое царство 17.1 Просто прочитаем вот эти вот То, о чем я говорил Просто маленькая история Я хочу, чтобы вы просто перестали Знаете, почему я люблю читать другой перевод? Потому что Когда я читаю его в синодальном Я звучу для тебя, как брат Степан Нет, это очень глубокое откровение Я его должен повторить Когда я читаю синода Звучит не я Звучу не я Звучит брат Петро Вот тот Петро, который читал этот стих И этот стих до сих пор И значение, неправильное значение Этого стиха до сих пор у тебя в голове Смотри, первое царство 17.1 Филистимляне собрали свои войска для войны Нормально, нормально Они собрались в Сакхофе, в Иудее И разбили свой лагерь между Сакхофом и Азеком В Ефес до Миме Второй стих А Саул и израильтяне собрались И разбили свой лагерь в долине Дуба Они, не на что в долине Дуба Они выстроились и приготовились к войне с филистимлянами Ну скажите мне, первые два стиха Ну нормальные же стихи Ну нормальные же стихи Ну что, ну толпа мужиков Нормально Другая толпа мужиков, которая хочет убить эту толпу мужиков Нормально Нормально Так было всю жизнь И все думали, что сейчас все будет нормально И здесь дьявол приготовил ковырок Которому не были готовы израильтяне вообще Когда читайте, думайте Это, кстати, важно Филистимляне стали на одном холме А израильтяне стали на другом Нормально, на двух холмах Нормально, нормальная война А между ними была долина Ну конечно, если два холма, что там было? Хорошо, дальше четвертый стихи И выступил из филистимского лагеря единоборец И вот здесь пошли дела худо Потому что церковь не была готова к тому, что дух мира придумал Они наточили мечи О, есть, сейчас сигнал Я убью вот того филистимлянина А я убью того А я убью его И победа будет за нами Иногда нам кажется, что Бог обо всем позаботился Конечно Но для этой войны у него другой ответ И тебе нужно быть с ним, чтобы понять, как с этим воевать И я понял, где я не езжу Церковь не понимает, как даже подойти к фразе Богу, с которым мы с вами живем каждый день Начиная то, что идет с телевизора Заканчивая, что преподается в наших школах Мы не понимаем, как с этим монстром сражаться И твое дитё родилось от тебя Ты полностью проданный и преданный Богу человек И ты не понимаешь, сколько грязи, гнили, мрака может идти Откуда Голиаф делает свое дело О, церковь должна встать Я верю, поднимутся эти реформаторы Эти люди, которые не смирятся ни с чем Они просто скажут Да плевать мне на мнение всех Я устал смотреть на смерть Моего поколения И терять наших детей Кто-то должен принять на себя Радикальное положи понимание И встать в радикальное положение Очень часто, да Это быть осмеянным, оплеванным И обрыганным Как ваш покорный слуга Вот он На меня сколько хорошего, столько дряни Все балансируется, алименты Самое главное не слушай головой, слушай духом Потому что там секрет Смотри Четвертый стих И вот у Израиля с четвертого стиха начались проблемки небольшие И выступил из филистинского лагеря Единым борец Из гефа, которого звали Галия Ростом он был из шести локтей И одна пять На голове у него был бронзовый шлем И одет он был в чешуйшитую броню Броня эта была из бронзы И весила около пяти тысяч сиклей На ногах его были бронзовые наколенники И за плечами у него были бронзовое копье И древко его было такое длинное, как на вой уткачей И само копье весило шестьдесят сиклей железа Оруженосец Голиафа шел впереди, неся его щит То, что увидел Израиль, он даже не понял Это была новинка из новинок Это для нас с вами Это не Мужик в железе Они смотрели и едет Какой-то сверхэкспериментальный танк Против которого ничего не работает Кто-то понимает о чем я говорю? Забудьте старое понимание этого стиха Поймите, вот что я сейчас говорю И они все хопа и сели Шесть локтей Объясняю, пять Это сорок Смотри, локоть это сорок пять сантиметров Каждый из вас может эту информацию взять Шесть локтей В общем, ростом он был практически три метра Практически Буквально несколько сантиметров не доставало до трех метров Представляешь? Стоишь ты метр с кепкой И стоит вот это чудо, которое Надо в двери по пояс накинуться, чтобы в дверь зайти Ты такой Ты знаешь, да, вот там вера проверится твоя Он тебе даст копье, и ты упадешь Не то, что там война Какая война? Читаем дальше Броня пять тысяч сиклей меди Сикль это двенадцать грамм Пять тысяч сиклей шестьдесят кило броня Ты не весишь шестьдесят даже Ты представляешь? Кило Железяки Шестьдесят кило, да Копье в шестьсот сиклей железа Это только копье Знаешь, что такое копье? Здесь я говорю сейчас только о наконечнике Наконечник копья был семь с половиной килограмм Наконечник Только острие Еще ручка была Длиннючая длиннюю Как он со мной? Голиаф стоял и кричал Израильским полкам Зачем вы выстроились В сикбитве? Я филистимлянин Вы рабы Саула Выберите человека И пусть он сойдет и сразится со мной А вот к этому никто не был готов Нам кажется Мы пойдем толпой А дух мира Воюет с тобой на один Один на один Кто-то слышит меня сейчас? О, только мудрый сейчас поймет, что я сказал Мы с вами идем в церковь И хотим наброситься толпой Приходя домой Ты в поражении Потому что он с тобой не воюет в толпе Он с тобой воюет наедине Когда никто не видит Кто-то понимает? О, честный человек признает И ты, христианин Не можешь даже справиться с порнографией Ложью и алкоголем Тишина Аминь и мало понимает Я привык Аминь, когда Аминь, а тут Че тишина? Да попал в десятку Вот поэтому тишина настала Обычно чем громче Аминь Ты мимо идешь Чем тише Притихает все Это значит Ближе подбираешься Ну не так ли? Ну так Да воздай слава Богу Операция надо нам Не мимо Я знаю, о чем я говорю Смотри Если он убьет меня Филистимляне станут вашими рабами А если я убью его Вы станете нашими рабами И будете слушать нам И еще филистимлянин сказал Сегодня я посраблю израильские полки Дайте мне человек И мы сразимся с ним Услышав слова филистимлянина Саул и все израильтяне Очень испугались Испуг был не потому Что они были трусы Они были воины Из того, что они не знали Как ответить на этот вопрос Сорок дней Выходил этот человек И просто издевался С народа Божьего Сколько лет Дух этого мира Будет издеваться над нами Война Секрет твоей победы Заключается Не в толпе А один на один Бог хочет дать тебе Ключ к победе Над твоим Голиафом С которым ты Если ты честный Ты знаешь Ты не справляешься Потому что сейчас Идет абсолютно Другая война Война идет На индивидуальное Уничтожение И секрет вот в чем Мы проигрываем Вот понимаете Вот поэтому я сегодня Буду молиться Вот поэтому я буду Просто молить Бога Чтобы когда ты Выйдешь сюда Поверьте Поверьте мне То, что я Буду А то, о чем я буду Молиться Это некомфортная Вещь абсолютно Эта вещь Не доставит вам Улыбки на лице Благословия Эта вещь Заставит вас Орать И рыдать Когда никто не видит Эта молитва Это помазание Простое прикосновение Послушание Богу Заставит тебя больше Ты захочешь Ты поедешь на Гавайи Поедешь Да куда угодно На пляже Будешь сидеть И не сможешь Загорать Ты будешь Плакать Потому что На тебе Почет дух Реформации Дух Бога Кто-то понимает О, мне нравится это Я ему говорю Бог, никогда Не покинь меня Пусть никогда Боль не покинет меня Потому что Поколение Лишенное боли Это поколение Лишенное силы Если кто-то понял Что я сказал Вообще У церкви Сегодняшний день Нет ни ответа На то, что происходит Вокруг Никак с этим сражаться Запомните Экстраординарное Побеждает Потому что Потому что Экстраординарное Ждет Что в нем Сражались Ординарным Методом Кто-то понимает Что это Знаете Почему Дух мира Побеждает Потому что Это ненормальное Ждет Чтобы ты И я С ним Сражался Нормальными Методами И только В этом случае Он выиграл Нормальный метод Против Голиафа Выйти со своей Зубоковырялкой Это нормальный метод И Голиаф Уже смеется Зная Что расстояние Копья Ты еще не успеешь Подойти Он вас троих Как сэндвич Нанизает Как сосиску Потом Еще Будешь там Четыре метра От него Уже будешь Мертвый А Бог говорит Тебе не надо Подходить Чего у тебя в руке Проща Закладывай камушек Господь Это что Ну это же оружие Ну как Это же не оружие Это как Отогнать Закладывай камушек Раз Два Три И Голиаф не успел Сказать Он уже был в трансе В особом трансе И Давид Так вот думает Ну чем эту Большую башку Субить Меча то нет Господь говорит И я к этому Уже приготовился Вон меч Большой Красивый Прям по размеру Его головы Ну И все И потом подарочек Целую Но оказывается У Бога Есть простой ответ Я еще раз Это тема Только Единственное Я ее говорю Только ради Одной вещи Чтобы понять Тебе Победа Над всем этим Кошмаром Которого мы Боимся И не можем Сразиться Заключается В самом Простом Действии Но Оно 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 Заключено В твоей Смелости И посвящении Потому что Нормальный человек Не захочет Выйти вот так Ни брони Ни щита Ни копья Ничего Просто С поля Просто С прощой И ничего Не делая Чего ты не делал Вчера И позавчера Вы знаете Как я достигаю Вот это все Я делаю только то Что я делаю Вчера И позавчера Я ничего Не делаю Другого Моя сила Заключается В послушании И все Вовремя Вытащить И вовремя Дать Палка простая Но ее нужно Бросить В правильное время И перед правильным Человеком И это Естественное По твоему мнению Превращается В самое Сверхъестественное Перед глазами Твоего врага Да Вот барабан На барабане играет Правильно Ударить надо В правильное время И стены Демонической власти Рухнут В духовном мире Кто-то понимает Кстати дорогие мои Послушайте меня Светлана Будет говорить Насчет Очень уникальной вещи Сразу Маленькое превью Дело Бэби Я лавью Она В воскресенье Утром Будет говорить Я вообще Скажу Этой проповеди Не слышали Ни вы Не слышал Ни я Она будет Говорить О звуке О силе звука О том Что такое Прославление Не просто Попрыгали А в духовном мире На уровне ДНК Приготовься Ты получишь Сильнейшее Откровение В своей жизни И она И она И она Имеет Право На это Говорить Потому что Она Движется В этом Я не Имею Права Учить Это Не мое Оружие Это Ее Оружие О Приготовьтесь Вы в воскресенье Утром Что-то Получите О Это Конференция Классная Я уже Чувствую себя Хорошо Ты Ой Как Я Хорошо Чувствую У Знаете Почему Я себя Хорошо Чувствую Потому что Сегодня Мы с ребятами Сережа, ехали с Александром, просто ехали с пасторами. Я говорю, ребята, сегодня ночью, я уже был на конференции до конца, я уже прочувствовал и дух, и откровение, и помазание. И я просто, слушай внимательно, повторяю то, где я был. Мы люди вне времени, и я знаю, что будет на конференции не потому, что ты какой-то особый, а потому, что ты вне времени, тебе Бог показывает даже конец конференции. Знаешь, почему я радуюсь? Потому что я знаю, что с тобой произойдет в конце. Потихонечку кушай, запивай, заглатывай, выходи на молитву, или не выходи, сиди, меня вообще это не волнует. Тебя Бог достанет, так достанет, дернуться не сможешь. Да-да, и ты там, который тут смотрит по телеку, да, ты тоже. Господи, я не смог приехать, Бог говорит, а я смог приехать. Как будто, поверьте, папа умеет доставать. Знаю лично. Ненормальное побеждает, потому что ненормальное ждет, чтобы с ним сражались нормальным методом. Как только для ненормального выходит такое же ненормальное, ну скажите мне, Давид был нормальным? Что? Голиаф такой, Голиаф, представляете, Голиафу его стало жалко. Голиаф такой, написано, он был красив, белоклой. Вообще, пацан, смотрите, пацан даже без шлема вышел. Они все были замундированы там. Он говорит, что ты на меня спалкаешьешь, сейчас что собака? Он зовет такой. Сейчас проверим. И он проклял его своими богами. Богини сработали. Смотри. Церковь должна перестать жить иллюзиями и признать сверхъестественное. Кто-то слышит меня? Признать сверхъестественное. Церковь, лидера не признают сверхъестественное. Знаете почему? Потому что им не нравится, что они потеряют бразды управления. Лидера никогда, слушайте сюда, ни во время Христа, ни во время всех реформаций. Даже ваша немецкая реформация здесь с Мартином Лютером тоже была самая. Верхушка никогда не примет реформацию. Запомни это. Но миллионы личностей жаждут, чтобы вышел ты. Как я. Потому что ты здесь, а их здесь нет. Простой цвет. Их тут нет. Они еще не знают даже. А ты уже знаешь, оно уже у тебя внутри. Оно уже у тебя горит. Ты в зал зашел, у тебя уже оно горело. О, я знаю, что с тобой происходит. Я знаю. Я тут уже был. Какой он ненормальный. Кто тебе когда-то сказал, что я нормальный вообще? Я абсолютно человек ненормальный. Ты уже нормально выглядишь, это не о чем не говорить еще. Он странный. Ты даже не представляешь, до какой степени. Церковь должна перестать жить иллюзиями, признать сверхъестественными. Чудеса, знамения, чудотворения, все, что делает Бог. Иначе мы с вами никогда не победим того. Твои демонстрации, подписи каких-то бумажек, какие-то противоречия какому-то, каким-то вещам. Методы естественной войны больше не сработают, церковь. Не сработают. Время это прошло. Сейчас наши страны и города, что ты здесь, что я там, где бы ты ни был, захвачены духовными существами в духовном мире. И для этой войны твои бумажки, писюльки больше не сработают. Твоя религиозная молитвочка, Господи, помоги, Господи, помоги. А Господь говорит, иди и помогай. Делай то, что я тебе скажу. А что я тебе сделаю? Брось свою палку. Заряди свою прощу. Сделай то, что я тебе скажу. Голиаф имел приоритет над теми, кто хотел с ним сражаться привычным путем. Кто там понимает? Дух этого мира имеет приоритет только над теми, кто пытается сражаться с ним привычным, ординарным методом. Дьявол смеется. А когда там маленькая группочка, хопа, закрылась где-то в подвальчике. И им Бог сказал так, сидеть, не выходить, доколе не получите силу свыше. Это уже где-то было, это знакомое. И он сказал, не так, не рыпаться, не выходить, а то идете, закрывайтесь. Потому что для этого, для этой войны, ученики мои дорогие, вы больше не будет работать то, что работало раньше. Помазание Иоанна Крестителя исчерпано. И теперь вы закрываетесь вот там и орете, и сносите крышу духовному существу вот там. И когда вы это сделали, вы выходите, все будут все пьяненькие от духа и каются три тысячи. Нечаянно, за 10-минутной проповеди. Это даже проповеди Петра не назвать. Он просто объяснил, что он нормальный. Мы не пьяные, братья. Это Иоанн все виноват, он сказал. От духа и залью, и злил. Вместо того, чтобы ха-ха-ха-ха, они сказали, что нам делать, братья-мужи. Он говорит, вы покайтесь, а то все. Смотришь, они взяли и покаялись. Я еще такой странной проповеди, неубедительной, не слышал. Он даже и не говорил, братья, как покаетесь, получите. Он нам сказал, не покайтесь, сдохните все. И они такие, о-о-о, знаете, потому что это было оружие не человека. Кто-то понимает меня? Это было послушание Богу сидеть и молиться. Но когда хохнет, хохнет на весь Иерусалим. И хохнуло, до сих пор свах трусит. До сих пор раскаты проходят. Уже две тысячи лет прошло, до сих пор чувствуем силу того, что произошло там. Вот в день Пятидесятницы. О, как мне нравится Бог с Его методами. О, как мне нравится, как Он все меняет. Бог, а вчера так было, Бог говорит, а сегодня так не будет. Ну, мы же уже привыкли. Отвыкайте. Это же был не хуштан, а ну, а теперь это идол, сатана, сжечь, уничтожить. Это же ты сделал, да, я много чего делал, чего теперь не будет. Там же действовал Бог, ну, везде действовал Бог. И не хуштан когда-то исцелял. Дорогие мои, то, что вчера там был Бог, не говорит о том, что Он там сегодня. Сильное откровение. Запиши. Голиаф имел приоритет только над теми, кто хотел сражаться с ним привычным образом. Но Голиаф абсолютно не был готов к Давиду. Можете себе представить? Стоит нормальная армия на одном холме, и стоит другая нормальная армия на другом. И стоят в долине две личности, абсолютно из ряда вон выходящие. Что один, что другой. Мы должны с вами понять иногда то, что кажется тебе. Но это же никчемность. Это никчемность будет, это атомная бомба. Тебе просто ее нужно применить. И ты с ней носился, Моисей, всю жизнь. И не представлял, что этот посох будет началом конца целой нации. Просто вовремя бросить. Не приводит ли это тебя в успокоение какое-то? Тебе всю жизнь говорили, бегай, бегай, скачи за помазанниками, иди, пусть тебя мажут, кроют. Пусть тебя там накладывают, руки на тебя, и пусть там чего-то тебе там научат. Бог говорит, брось палку, когда я скажу. Чего, Бог, все? Ну да. Бог. Вы знаете, наша нация, если не сложно, нужно усложнить. Нам почему? Да потому что неинтересно как-то. Нужно где-то лет пятьдесят потужиться, гиборой заработать. И потом ты будешь чувствовать это, как победа пришла, Господи. Он говорит, палку брось. Чего, Бог, все, все. Давид, сними металлолом. Бог, возьми то, что я тебе уже дал в руку, то, чем ты работал всю свою жизнь. Для тебя это не будет абсолютно чем-то странным. Это будет, как вчера ты заговорил у того, у того дикого кабана, завалил там, помнишь? Вот это будет только кабан побольше. Не промажешь в этот раз. Как мне хочется объяснить тебе, что в церкви Христа все настолько просто, что без посторонней помощи заблудиться невозможно. То есть тебе просто нужно всех отогнать и сказать, вау, глядь, все, что, Бог, все. Бог говорил, я уже все сделал. Бог. Ну скажите мне, ну зачем морочиться? Он сказал тебе, возьми трубы и ходи вокруг стен. Чего тебе вот это надо, там стенобитное оружие, там какие-то точить мечи. Он говорит, не надо. Ничего не надо. Зайдите в этот раз со стороны Тутовой рощи. Бог говорит. Он говорит, и наблюдай, как они друг друга все уложат. Будешь слушать Бога, дух этого мира сам себя уничтожит. Ну, дорогие, как Бог ждет, когда церковь просто доверится им. Так просто, так просто. Что это вообще вот так просто? Ты даже не представляешь, как просто. Ты даже не представляешь. И пробивать ничего не надо. Это нас всю жизнь учили ходатайствовать. Ходатайствуют за то, где Бога нет. А я не хочу быть там, где Бога нет. Если Бог скажет ходатайствовать, это будет очень просто. Бог, я ходатайствую. Он говорит, хватит. Хватит. Сейчас я тебя помазывать буду. Ты даже не прикинь, как быстро будет. Потому что от моей тряски и от твоих эмоций ничего не произойдет. Серьезно. Вся вот эта духмания. Вся вот эта вот... И проехали уже. Спокойно, тихо подходишь и говоришь. Мое накроет. Если твое, поверь мне, догонит и накроет. И не надо делать, не надо там имитировать что-то. Успокойся. Я верю в живого, нормального Бога. Если Он догонит тебя, вот там ты даже не сможешь себя сдержать потом. В машине. Здесь нравится подергаться, потому что тебя все видят вокруг тебя. А Бог тебя там в машине, там знаете, в подъезде на ступеньках съехал. Бог говорит, ага, 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 попал, роднюля, попал. Аминь. Тебе нравится, нормально, все, чуть хорошо? Ты даже не представляешь, сейчас свободу получаешь. Если бы вы понимали, что за кулисами моей проповеди происходит намного больше, чем во время проповеди. Некоторые из вас выйдут с этого здания, ты получишь освобождение какого-то духа, и ты будешь удивляться, что это было. Это папа был. И что, и не надо тужиться? Нет, не надо, просто попади в его присутствие. Опа, свободный. Опа, мне нравится. Мне тоже. Глянь, а мне даже руки не возлагали. Аминь. Это же Бог. Весь смысл показать тебе не это. Весь смысл показать тебе вот то. Честно, Бог, наверное, знал, что я, ну, лентя, я не люблю его родить. Наверное, он говорит, вот через него я прославлюсь. Потому что он не любит ничего делать. Придется делать все Богу. А вот через этого я не могу прославиться. Он все вместо меня делает. И вот, и вот. Бог такой, а что мне, что мне? Он сам справится. Он его и помажет, и накроет, и войдет в него, и слава придет. И смотришь, она на этих помазанников. Нет, бедная. Слушай, вырасти, а. Где тебя ляпну? Вырасти. Все вокруг нас ждет детей света. Экстраординарных личностей, движущихся в сверхъестественном и живущих в полном послушании к Богу. Почему евреи не захотели войти в обетованную землю? Кто-то задумался. Я задумался. Задумался очень серьезно. И я вышвырнул все старые понимания религиозные. Они вошли в бетон, не вошли. Почему? Потому что они там, ну да, да, да. Они побоялись. Ничего они не побоялись. Они просто зашли туда и поняли, что вот те методы, которыми привыкли, здесь не сработают. И только два абсолютно сдернутых с ума человека. Они вообще приятно, они достанутся нам на сиденье. На сиденье? Да, мы их закусаем. И Бог говорит, знаешь что? Все не войдут. А эти два мужика войдут. Что, они мне просто нравятся. Ну, гля, ну кто такой мухой? Они достанутся нам на сиденье. Это в Библии твоей написано. Мы сидим. Мне нравятся и такие ребята. Иисус Навин, Халер. Все остальные не можем мы воевать. Надо продолжать. Не можем мы воевать с ними старыми методами. Бог покажи как. А Бог говорит, войдите, и я вам покажу. Они входят, дудят, стены падают. Они все добивают, разбирают. И Бог такой говорит, что с нами, я же тебе говорил, просто зайдите. Ну, говорил вам 40 лет назад, зайдите. Ну, что, сложно было подудить в дудку? Сложно! Они думали, а Бог говорит, ну зайдите. Как только зайдете, я вам дам. Ты дудел? Да, дудел. Всю жизнь дудел. Ну, вот и будешь дудеть дальше. Кто-то понимает, что Бог не требует себя ничего. Перейдешь и дуди. Только дуди тогда, когда я тебе скажу. И теперь от твоего дуда не будет просто просыпаться пет соседский, а стены теперь рухнут. Вот что. От твоих барабанов теперь не будут соседние приходить. В этот раз, как барабанишь, и духовное небо откроется. В правильное время правильный удар на правильном месте. Проща. Простая проща. Совершила величайшее чудо. Палка совершила величайшее. Самое простое. Все, что тебе нужно слушать Бога в правильное время, сделать самое естественное, которое производит самый сверхъестественный метод и победу. Я высвобождаю тебя прямо сейчас от твоего маразма, который нас забили в голову. Нам что-то нужно. Ничего тебе не надо, кроме послушания Богу. Но самое сложное является в наше время именно послушать Бога. Поколение евреев умерло не потому, что не умело воевать, а потому, что не захотело слушать Бога. Нам кажется, что наше поражение в незнании врага, а наше, всего нашего поколения, поражение в том, что мы непослушны нашему Богу. Я решил проверить. Ради прикола, Света знает. Говорит, я через тебя буду менять людей. Говорит, о, Бог нас смешил. Мой кот сбежал. Бог говорит, твой секрет, это он мне говорил, в том, чтобы никогда не сделать того, чего я не делал вчера. Можешь представить, ровно так я шучу со своими друзьями, ровно так я разговариваю, и я никогда двойной личностью не был в жизни. Ровно то, что я тебе рассказываю, это слышат все в машине, это слышат моя жена в самолете, это слышат мои дети, это на инкаунтере, это на молитве. Вот все, ты другого не увидишь. И в этом есть секрет. Будь самим собой. Скажи мне, как легко. Ну нет ничего легче. Нам нагрузили, идите, заканчивайте консерваторий, консервируйтесь. И потом идите в политику. Да, я тебе открою секрет. Те, кто должны быть в политике, уже рождены Богом политики. И поставленные ждут своего времени. А ты там харизмат наученный. Хе-хе-хе-хе. Я просто поставлю, иди отсюда. Бог своих людей уже поставил в медицину, в политику. Поставил там, где изобретение, там физика, там наука. Он везде их натыкал, натыкал. Как Сидраха Мисаха Авдига. Раз всунул. Данила раз всунул. Иосифа раз положил. Ты там, где ты должен быть. Успокойся. Не понял. Я вышибаю из тебя сейчас весь этот маразм харизматический, который забили, затрамбовали тебя. Ты там, где ты рожден Богом быть. В правильное время используешь то же оружие, и будешь удивляться, что в этот раз произойдет. Ну, вот, слава Богу, это классно. Реформация. Очень простое дело. Смотри. Евреи не захотели в обитованную землю пойти, которая была подарена Богом, потому что у них не было ответа на то, что они видели. Это не подавалось нормальным методам войны. Земля была полна великанов. И только небольшая горстка людей во главе с Усанавиным и Халевом захотели пойти. Бог ждал 40 лет, пока поднимется новое, особое покление, которое будет воевать сверхъестественными методами, которое войдет в обетование Бога. Поймите, что Бог не просто искал людей послушных просто. Он искал послушных и ненормальных. Потому что одно дело послушаться, а другое дело послушаться сделать это. Вы это понимаете? Одно дело, я послушный Бог, я читаю каждый день Библию, я рассказываю своим, знаете, соработникам о Христе, я делаю как бы, я вот молитвочки, вот я свои творю. Это одно дело быть послушным, а другое дело быть послушным. Вот просто сделать то, что Он скажет тебе. И обычно Бог шутник. Он скажет тебе сделать то, чего ты больше всего не хочешь. Не, 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 не. Пойдем. Ты зачастую смотришь на этого врага или из нормы выходящую ситуацию и не можешь даже представить, как это можно вообще победить. Ты так думаешь, потому что ты приготовился сражаться с врагом привычным методом. А Бог говорит, Иисус навит, трубите трубы. Стены Иерихона рухнут. Победа будет ваша. В другом сражении Он заставил солнце стоять. Че, 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 че? Че, вы понимаете, некоторые люди говорят, вы нормальные, у вас там укрепляет зубы золотой появился. Тут мужик пришел и говорит, слушай, солнце, стоять. Нормально? Что? Что? Солнце? Я своим ребятам уже говорю, солнце, солнце никогда такого приказа ни от кого не получало. Просто спокойно съехать. И тут. Солнце! Стоять! Солнце такой, е-е-е-е-е-е. Что? Слышь, постою гляну, че. Написано, стояло до тех пор, пока они не победили. Бобно. Слушаться это одно, но слушаться и, представь, все войско стоит, и ты как идиот должен приказать солнцу стоять. И все такие смотрят, да, наверное, припекло солнышко генералу нашему. Жаль мне его, жаль мне его. Все за народ и за народ думаешь. И все такие смотрят и говорят, поплохело генералу нашему. понимаете, понимаете, чтобы сказать при этих тысячах воинов, при врагах, это надо набрать смелости, наглости, не знаю, как это сказать, орать солнцу стоять. Нет, ты смеешься, попробуй. И не сам там где-то в уроке солнца стоять. Нет, Бог тебя поведет везде, где тебя все будут видеть, все родственники, друзья. И Он говорит, ори, солнцу стоять. Во-первых, ты умрешь три раза и воскреснешь, прям там. Господи. Знаете, почему Богу нравятся такие штуки задавать нам всем? Он хочет, чтобы ты полностью научился. А солнце стало, и взяло, и взяло. И ты такой, гля, по слову моему, как мы с вами сразу грудь дуем вверх. Там бедный уже три раза воскрес, вспотел и высох уже три раза. А Богу нравится. Мне нравится сверхъестественный Бог. Смотри. Проблема не в том, что тьма сгустилась, и бесы распоясались, а в том, что церковь до сих пор не верит в сверхъестественного Бога. Для тебя кажется, «Ой, ужас!» А Бог говорит, «Ну скажи, солнце устоять!» «Бог, мы умираем, наше поколение идет просто в хлопок!» А Бог говорит, «Скажи, солнце устоять!» А ты, «Нет, это отойди, дьявол, от меня!» Знаете, ну мы же с вами нормальные люди, ну какое солнце, какая проща, какая палка, о чем вы говорите? А Бог продолжает тебе говорить, что-то, ну поедь на ту гору, ну скажи эти два слова, ну поедь туда, ну скажи, ну пройди, ну сделай, церковь наотрез отказывается делать то, что Бог говорит, и пытается победить тьму, естественно, именно поэтому церковь постоянно проигрывает, Бог всегда искал и продолжает искать особых людей для этого особого времени. Моисей неординарная личность, особая личность, он был поднят Богом для особого времени. Стандартное оружие никогда не сработало бы, потому что фараон был абсолютно нестандартная личность. Кто-то понимает, почему это? Фараон, где, вспомните Египет, вообще, вспомните, там, там такое было, что тебе в голову не придет. Это колдовство явно являлось, то есть, и некоторые люди говорят, почему Бог поднял вот это вот сверхъестественное, мы не верим в это, потому что, знаешь, почему это поднимается, потому что то нужно кому-то заткнуть. А мы же верующие, там платок затянул, там юбку кинь. А на землю! Мне тебя жаль, поколение, бедное, убогое поколение, которое не поняло времени, в котором мы живем. Поколение, которое не понимает, что это нужно, потому что то распоясалось, и нужно подниматься сверхъестественному поколению из ряда вон выходящим проповедям, молитвам, освобождением, движению, славе Бога, чудесам, чудотворениям, из ряда вон выходящим, потому что то, кому-то нужно заткнуть. Кто-то понимает, почему это все происходит? Потому что и у Моисея оно все происходило в то время, когда оно нужно было. Этого не было вчера. Ну и у Моисея этого не было вчера. Он же не ходил там палкой. Хотя, вот, опа, опа, раз-два, раз-два. Как будто мы эти, мы что? Египет был. Смотрите, Египет, смотрите, Египет и притеснение Израиля. Внимательно задумайтесь, были ли это нормальные народы? Абсолютно нет. В то время в Египте, в Египет был одной из самых мощных держав, полностью погрязшим в поклонении сатане. Ведьмы, колдуны, ворожей, это была норма тех дней. Вообще норма полная. Посмотрите на историю, описанную на стенах Египта. Если ты не веришь в историю, что это было, посмотри на стены Египта. Люди, четырех-пятиметровые, личности с конечностями собак, с головой, человек с руками человека и голова собак. Посмотрите, что описано. Они не мультики деткам рисовали, они описывали, что было в них, внутри, что происходило в этом поколении. И они не могли справиться, этот Израиль, они не могли, они просто пахали и закрыли свой рот и ждали, когда придет что-то, что сможет просто ненормально даже вызов бросить всему этому. И пришел мужик, привет, давно не видел паром. Сейчас мы сделаем то, что я делал всегда. Просим посох. Скажем слово. Не надо тужиться, не надо мучиться, нужно просто послушаться. Все. Смотри. И соответственно, этому должна быть поднята особая личность, соответственно, нашему времени. Наше время требует этих личностей. Оно просто кричит, оно взывает, оно зовет, оно говорит. Да, против этих личностей обрушится грязная религиозная церковь, обрушится дух мира, потому что религия и дух мира, это вообще, это брат и сестра, это одно отродье. Религия убила Христа, религия уничтожала, религия побивала, религия сжигала, религия была, реформация была не потому, что мир реформировать надо, реформация нужна, чтобы религию реформировать, церковь реформировать. Кто-то понимает, для чего вся эта кухня заварилась? почему бог поднимает этих реформаторов которых мы читаем и просто шок приходим что бог делал через их жизни мы хочет поднять тебя а кто я кто он кто я кто такой точно как ты мясной я просто переборол себя и делаю то что я делаю везде приехал рассказал вам вместе с вами ага ого на такой крутой плятого выражения лица вау спокойно тихо конференция заканчивается и ты что за мной произошло я не есть ни спать не могу аллилуйя конференция хорошо прошла наверное я чувствую себя ненормально нет это самое нормальное ты проснулся встретился с реальностью господи что происходит с моим поколением господи почему этого раньше не видел спал потому что уболюкивали бизнес искал деньги искал потом бах и проснулся что это реальность духовная реальность нашего поколения чего он орет как проснешься не так орать будешь вместе будем скоро дури этом орать потому что оба увидим смотри смойте гидеона я буду заканчивать его за практически мы сейчас будем молиться смойте гидеона это вообще была личность которая ни в какие рамки не входила 300 человек не имеющих мечей не умеющий никакой ума не имеющих толком собери мужиков которые смертники 300 мужиков не имеющих ни мечей не брони не коней не колесниц ничего 300 мужиков так и кувшин и дудка опять дудка бог любит любит кто-нибудь согласен использовать то что у тебя есть в руках кто-то понимает как гидеон победил вообще ничего не делая того чего он не делал вчера возьми библию ты увидишь самые сверхъестественные сногсшибательные вещи происходили самым простым и естественным путем просто дудеть умеешь умею дудить смотри гидеон совершил одной из самых великих побед вообще в жизни израиля израиль его поднял очень высоко когда человек на очень серьезном положении находился в то время 300 человек не имеющих ничего принесли самую мощную победу богу нравится поднимать особых личностей и срамить и уничтожать все что запланировал сатана наш бог это бог особого неординарного и сверхъестественного захария 4 6 последнее место из библии я читаю современного перевода захария 4 6 и тогда он сказал мне так это послание огонь от господа к зарывали помощь твоя придет не властью и не силой знаете и это мне мне такое освобождение пришло бог говорит не властью и не силой другими словами потеть не надо потеть властью силой бог говорит расслабься помощь твоя придет не властью и не силой твоя помощь придет от моего духа я такой папа я там где твой потому что от духа помощь ты всегда побеждаешь дай расскажу тебе секрет я проиграю если отойду от духа выигрываю почему потому что не он за мной а я за ним где дух там я где духа нет а меня нет все очень просто твоя помощь придет от моего духа так говорит господь всемогущий мы все живем во время где сверхъестественное должно ворваться в нашей жизни стать повседневной реальностью если это не произойдет мы все обречены нас что бы ни произошло должны подняться экстраординарные личности потому что неординарное время требует экстраординарных людей воздайте слава богу давайте мы поднимемся команда музыканты пожалуйста выйдите сыграйте просто мелодию предпоследнюю вы играли вот последнюю предпоследнюю песню сыграть пожалуйста мы сейчас с вами просто войдем в молитву сейчас мы просто поклонимся потом вы тихонечко подойдете пожалуйста держите себя в руках держите себя в руках быстрее пройдете быстрее разъедемся по домам спокойно тихо естественно если бы бывает бог так спокойно да что аж пожалуйста команда порядка будьте рядышком да пожалуйста будьте рядышком если чё там вовремя это сторон аллилуйя 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 господь просто сейчас сосредоточься я тебе еще раз говорю не напрягайся не не заморачивайся спокойно просто прийми его славу его помазать тебя не должно здесь трусить колбасить тебя должно накрыть там за стенами церкви тебя должно коснуться там там где тебя действительно где ты должен быть выходить не выходить дело твое мое дело предложить мое дело сдать тебе возможность еще раз предупреждая это никогда не делаю я серьезно я сомневаюсь если это вообще буду делать мне просто я стоял бог сказал сделать хорошо хорошо аллилуйя я высвобождаю просто это дух реформации почему потому что мог сказал на этой конференции высвободить эту истину истину этих личностей истину а об этой простоте истину а послушание богу истину просто истину будь собой дай богу использовать то что было в твоей руке всю твою жизнь и она настолько стала простым что ты его уже не замечаешь и забыл она там она там она ждет своему часа ты родился в правильное время в правильной нации правильной квартире правильном окружении господи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Пусть откроется этот портал, пусть откроется это небо Для передачи твоей славы, для передачи этого духа Время пришло перемен, пришло время реформации Бог, время реформации Бог Не волди, не волди Не волди, не волди, не волди, не волди Подними, подними неординарный Подними неординарный Газпор Газпор Аллилуйя Аллилуйя Принимай, пропитывайся, пусть твой дух привыкает к славе Пусть твой духовный человек пропитывается его атмосферой Бог Мы принимаем твой вызов Бог, мы сделаем то, что ты скажешь Мы пойдем туда, куда скапят Бог Да, Господь Да, Господь Да, Господь Новое Новое Верай Новое 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 Твои новое Сотвори во вне Новое Иисус Новое Аллилуйя Я скажу, как будет происходить, пока не выходите Все, кто желают, по желанию вашему Мы начнем Первый ряд пройдет, станет на место Второй ряд пройдет, станет на место Третий ряд пройдет, станет на место И мы с вами без суеты очень быстренько это сделаем Еще раз говорю, поверьте Вам не надо ничего чувствовать, переживать Просто приди Получи это И садись Тебя догонит попозже За это можешь не переживать Доверься Богу И все Не надо дергаться Все это проехали Спокойно Пришел Получил И садись на место Аминь Аллилуйя Хорошо Новое 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 Имаме 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 Больше, больше тебя, больше тебя Господь, больше тебя, о, больше, больше жизни моей Слава Твоя, Господь, 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 аллилуйя, мы благословляем, передаем, мы помазываем это поколение, мы помазываем это поколение, поколение воинов, поколение воинов, поколение воинов, поколение воинов. Поколение сверхъестественного движения, Поколение славы, поколение славы, поколение славы. Как передаю в имя Твоего, как имя Твой, Передаю в имя Твое. Ты великий, ты могучий Бог, Ты сильный, ты сильный, Ты живой Бог. Ты сильный, ты сильный, Ты живой, Ты сильный Бог. О, 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 о Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...